вот да наконец-то здравствуйте я смог себя вывести на экран блин не дико не нравится вы бы видели как у меня устроена эта вебка это просто 10 из 10 не сказать что она изоленте висит но это очень близко к истине ладно будем надеяться что сегодня она не отвалится не горные гои на кто а какие гои если не горные какие еще бывают гой а не 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 знаю слушай аутизм я не разбираюсь в этих вещах воинов аллаха блин ребят хватит хватит вами свастикой спамили тут аллахами перестаньте перестаньте на скоро забанит за такое надо лучше расскажите как вы провели эти полтора дня без меня точнее два я-то без вас замечательно но скучал конечно по нашим встречам потому что знаете вот в том семестре было проще то есть я просто выходил на занятия к студентам и общался с живой аудиторией а когда сидишь дома целыми днями но смысле то что дома сидишь а нет у тебя не занятий не лекции не семинаров очень трудно без этого прожить вот эти вот два дня в неделю которые мы встречаются не хоть как-то какой-то суррогат из себя представляют семинаров и лекций ну хотя бы так получается хотя бы так получается а что происходит странно в общем ладно в общем вы поняли так нас целых 13 человек мне показывает но видимо опять не все не у всех есть аккаунты или у всех так 4 9 10 11 двое незарегистрированные двое незарегистрированные зарегистрируйтесь и подпишитесь пожалуйста на канал чтобы не пропускать уведомления о следующих трансляциях я с пьяну кулаками не ругайся аутизм не ругайся ты в храме науки в труху сервант я умничка но не знаю что сказала бы настя но в принципе это нормально с пьяным человек себя не контролирует особенность закидываться кем там бензодиазепинами при этом можно вообще даже не помнить эту хорошо хоть помнишь или тебе потом рассказали или видео нашел я вообще бы из дома не вот если можно было ну знаешь я как-то попробовал из дома просто не выходить у меня была такая возможность довольно долгое время да типа того пипе была довольно долгое время возможность такая и через два дня я просто понял что я не могу дома сидеть потому что тупо 4 стена не угнетают просто нужно выйти куда-нибудь вот на улицу я не знаю там на дерево там пописать за хлебом сходить прогуляться просто вот куда-то пойти в общем просто дома сидеть тошно я не знаю я тоже мечтал об этом о чем сегодня будем говорить сначала я хотел с вами обсудить последние новости то что я за эти два дня нашел прикольных вещей кстати я подумал что было бы неплохо наверное наверное организовать такой день может быть раз в две недели или раз в неделю а когда обсуждать типа там кит новости науки например последние или что-то в этом роде ну не все новости науки и скучные потому что вот например свежий выпуск там нашел географии которая убийства регулярно там очень прикольного в этом месяце был выпуск но это все фигня норме что-то запикалась видишь видишь это бог науки уже начинает гневаться мне кинули в ящик такую потрясающую газету я не знаю будет ли вам видно вот называется вестник здоровья это к нашей прошлой встрече а тут просто потрясающие есть вещи давайте я письмо просто зачитаю их подпи ну их читателей оно оно очень такое грустно я не знаю сможет ли выдержать мужская часть аудитории но хорошо хорошо говорят что в моем возрасте мне 84 года уже все с аденомой ходят и не жалуются но как же не жаловаться когда под себя мочишься жена отдельно спала хоть и стелила клеенку раньше пускай по пять раз за ночь но вставал а потом уже не мог сдерживаться помню мальцом после того как родители немцы родители немцы заживо сожгли извините тоже страдал этой бедой но тогда нервное было а сейчас причиной была аденома а врачам деда не жалко говорят что старый так доживу грозились катетер в мочевой пузырь вставить чтоб с трубкой ходил подожди подожди но жена у меня женщина мудрая сказала что рано из меня инвалида делать и предложила мне натуральный препарат эрактовид попробовать спасибо ей и вам помогло два полных курса понадобилось ведь долго болезнь зарабатывал зато сейчас жена ко мне в кровать перебралась бояться и больше нечего ночью больше не встаю я не могу извините и держание мочи прошло адских болей в паху нет при мочеиспускание из строя нормальные нет жжения выздоровел врачам назло гаврилов николай яковлевич город томск хочу этих писем здесь просто просто дофигища я не знаю не знаю как ну о чем можно тут разговаривать на общем это типичный бад я думал серьезно я думал что такие газеты такие брошюры такие рекламы этих бадов они закончились в девяностых когда знаете ну кто жил в то время кто помнит ходили по домам с этими вот с упаковками огромными и просто предлагали покупать эти пищевые добавки за огромные деньги говорят что это какая-то панацея в общем новый левел вот этой вот святой воды и всего прочего о чем мы говорили в прошлый раз вот нет не держание не смешное слово по отдельности просто вот все вместе это было очень ржачно поэтому не сдержался не держание смеха у меня я помню потому что проснулся в этой трухе с обмазанной кровью рожей по ходу берсерка решил поиграть ну ничего плохого в этом нет потому что если если при этом вообще я за то чтобы люди не сдерживали себя вот свои истинные желания но только в том случае если они не мешают другим людям вот с собой ты можешь делать все что хочешь только не мешать другим такой философии меня сформулировал и помог мне значит разобраться в моих мыслях которые давно преследовали мой хороший друг то есть делай все что хочешь только не мешай другим если это сервант был твой и он в принципе никому не был нужен то ты можешь делать все что хочешь можешь залезть на него танцевать топтать то что ты появлялся берсерка это нормально только у тебя в провинции осталось ну возможно возможно потому что кстати газеты не знаю кто издатель а нет fitomax.ru нет это это ну большое большое издательство причем оно наверное даже не знаю откуда оно а вот выставки про они до это провинциальная провинциальная газета но сайт рекламируют сайт рекламирует какой-то какой-то большой в общем-то чёти капли глазные акопин то есть вот я сейчас прямо даже до стрима нет всех резать не надо всех резать не надо Ну даже, ну, как бы В провинции Газетки носят, уже сказали Им можно печку топить Дрова, когда закончится Так, подождите, я сейчас что-то хотел найти Ну, ректорит, я посмотрел состав Там просто 10 из 10 Я не знаю, там все есть Вообще все, абсолютно Вот как вот, не знаю Химический состав, это просто Вся аптека туда напихана Судя по их Заверениям, но по сути, если разобраться Это просто мед с имбирем и все Ну, видимо, должно быть Вкусненько, я думаю попробовать Акапин, да, эти капли Стоят 640 рублей на их сайте Говорят, что это Просто панацея тоже от всех Практически заболеваний От глукомы и всего прочего Заболеваний хрусталика Синдрома сухого глаза Диабетической ретинопатии И так далее Нарушения в процессах адаптации Зрения Но состав меня просто поражает Экстракт алоэ Мед, опять же, у них везде мед напихан И витамины группы B Все То есть, ну, я не знаю Если это помогает Ну, это здорово Но, как бы Ну, в общем, вы все понимаете И так прекрасно 640 рублей за 30 грамм экстракта алоэ И капать это в глаз Ну, фиг знает Фиг знает Я бы не стал Я бы не стал От глукомы К тому же Если повышенное Внутри глазное давление То есть, как бы Мед Сахар В чистом виде Практически Глюкоза Фруктоза Ну, я не знаю Нет, глюкозу капают Глюкозу, как бы, капают Действительно После операции Мне, когда делали ФРК Операцию на глазу Вот мне тоже тогда капали глюкозу Довольно долго я капал ее Год, наверное Или полгода Что-то такое Вот И Она Помогала Помогала Было не так больно И страшно Подорожника Подорожника нет Подорожника нет Но подорожник, в принципе, относится Тоже к таким серьезным Лекарственным растениям К нему нужно относиться С умом Сироток надо вырезать Не надо сироток вырезать Их просто рожать не надо А вырезать никого не нужно Это уголовная ответственность Не надо Не надо Государство под опекой Как бы вы Сам факт Им уже мешать этим будете Просто рожать не надо Вырезать не нужно никого Так Да, еще что я хотел сказать По поводу National Geographic То, что я вспомнил В начале там Говорил Просто тема такая была Не так давно Дело в том, что наши Журналы И западные Они немножко отличаются То есть их не переводят Статьи Те на наш язык Просто выпускают Нет У нас две разные редакции И наша компоновка Происходит Своеобразным Ну Своим, так скажем Путем Вот Дело в том Что первый выпуск 2017 года Январский Должен был стать Ну В общем-то Прорвало Прорвало на западе Окончательно Все, что касается Феминизма И прочего И то есть Гендерных там Каких-то неравенств Равенств Самоопределений Вот У нас эта тема Потихоньку назревает Но ей не дают Нормально развиться Духовные скрепы А там это в принципе Все свободно И никаким образом Не контролируется Поэтому Там уже давным-давно Есть этих гендеров Черт знает Сколько Существует И поэтому Сейчас я попытаюсь Показать Обложку Нового Национального Географии Который должен был Выйти на западе После родовой аборт Ну аборт Подразумевает Отмену То есть А если уже Случилось оно То есть роды Произошли То он уже Не может быть Технически абортом Кстати я придумал Как вам показывать Картинки веселые Я их буду Кидать тупо в пейнт Потому что Пейнт у меня Вроде как Показывается Поверх Поверх Всего остального Вот Вот Смотрите Потрясающе Просто потрясающе Сейчас я только Вебку опущу Немножко Блин Не опускается Вот То есть Ну вы поняли Да Трансгендерная женщина Бигендер Трансгендерный мужчина Андрогин Вот Один тут нормальный мужик Есть Трансгендерный Как это я же называл А тут две Трансгендерные женщины Да Интерсекс В общем Там столько у них Полов Там еще какие то Что то там С перекосом Да 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 Гендерные флиды Вот 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 Всякие там Метросексуалы И прочее Кстати нормальной бабы На этой картинке нету Ну я думаю Это просто места не хватило Ну или просто Аза за феминистки Лососнули Ну не суть В общем И суть то в чем Поднялся бунт К тому что На этой картинке Не хватает Очень важного дополнения Очень важного дополнения А именно вот такого Сейчас Сейчас Вот Вот так Эта картинка Должна выглядеть Чтобы как бы Быть полноценным И никого Никого значит Не оскорблять Дело в том что Создатели этого журнала Редакция точнее Забыла самый главный пол Точнее гендер Ударный вертолет Ан-64 Апач То есть Есть же люди Которые ассоциируют С себя С ударным вертолетом Ан-64 Апач И если не включить Этих людей В журнал В выпуск То Это будет Ну очень серьезное Ущемление их прав И оскорбление чувств И вот там даже поднялась Поднялась Буча очень серьезная По этому поводу И пытались Создать Подписать петицию Отправить ее Главному редактору И так далее В общем было очень интересно Очень весело Очень забавно Но как бы Это было месяц назад примерно Вот Но При всем при этом Тема-то серьезная Вот А наш National Geographic Очень мудро поступил Он не стал раздувать Ничего То есть ясно Что курс нужно примерно Один и тот же держать Говоря о Гендерах Ну то есть О полах То есть русские люди Понимают Нормальные Что как ни крути Есть всего два пол Баба и мужик Все Ну биологических И из них Там уже разные Вариации То есть это Ну не то что Пол Там гендер Это Все равно Если ты родился С игрок хромосомы То ты мужик Если ты родился С двумя хромосомами С хромосомами Ты баба Как ни крути И поэтому они Пойдя как бы На поводу Вот у этой темы Насчет Рассказа о полах О гендерах И так далее Они просто Рассказали о том Какие значит Существуют ритуалы Посвящения Мужчины в разных Племенах Там Странах Эпохах И значит Посвящение Или там Как лучше живется Как девушкам Женщинам В разных там Племенах Тоже эпохах И всем прочим То есть Они как бы Постарались нормализовать Наоборот Там раздувают Эту тему А в России Российской редакции Пытаются нормализовать То есть Это потрясающее Такое противоборство У нас пытаются Скрепу из последних сил Значит сжать Каким-то образом Держаться Все еще на плаву Это очень здорово Это классно Я Всеми руками Всеми ногами За Вот Но Не знаю Вот могу Зачитать Часть Идентификации Вот с этой Вот с Вертолетом Я идентифицирую Свою сексуальную Ориентацию Как штурмовой Вертолет С самого детства Пока я был подростком Я мечтал парить Надевтяными полями Стреляя из пушки По омерзительным Иностранцам Люди говорили мне Что человек Не может быть Вертолетом Но мне насрать Я клал на мнение Этих мудаков У меня композитный Корпус И карбоновые Лопасти 30-ти миллиметровая Пушка И божественные 9М120 На моем теле Отныне и впредь Я хочу Чтоб вызвали меня Ночной охотник Ми-28 И уважали Мое право Нести смерть с неба Убивать по необходимости Или без оной Если вы не можете Это принять Значит вы вертолеты ФОП И вам стоит Проверить свои привилегии Вот так То есть Мне очень понравилась Эта тема Этот хайп Этот такой Ну в общем Вы поняли Мысль Я вот об этом Хотел поговорить Когда Писал что Поболтаем о всяком Ну вот это вот Всякое Я ввиду-то и имел Собственно говоря Да Кажется Это было Все Что со мной Произошло За последние Два дня И наверное Потихонечку Будем переходить К нашей Сегодняшней Основной теме Обсуждения Поговорить мы Сегодня хотели О чем О чем А да О том Как работает мышца О том Как работает мышца И о том Как правильно Со своим телом Работать Что ли То есть Зная о том Что там происходит Внутри нас Можно как-то Большую пользу Извлекать Из того Что мы делаем В своей жизни Наверное Можно так Характеризовать Нашу сегодняшнюю Тему Поэтому Начнем Наверное С того Что же такое Мышцы Вообще Кстати Сколько Интересно От начала Прошло Минут 25 Наверное А мы только Переходим К основной теме Как обычно Мышца Да Мышца Вот смотрите Смотрите Есть Сейчас Рисунок Опять Закрывается Вебкой Не суть Я расскажу Я расскажу Вот это Мышечное Волокно Очень сильно Увеличенное Ну мышца Вообще Понятно Что такое Поперечно Полосатая Мышца То есть Та Которая Осуществляет Наши движения Это вот Бицуху Посмотрели У себя Это Поперечно Полосатые Мышцы Пока мы Про них Про такие Мышцы Поговорим Потом Немножко Еще Про другие Затрону Тема Чего Много Чего В мире Происходит От того Что людям Нечего Делать Работающие Чем-то Увлекающие Да Я тоже Так Считаю То есть Если люди Начинают Заниматься Чем-то Подобным Просто Значит Он Не устает И он Ну Как бы Ничем Не занят Он просто Лежит Так В потолок Плюет Думает Блин Стану Ко я Вертолетом АН-64 Апач Вот почему Бо и нет Почему Бо и нет Начну писать Посты В интернете Об этом Или там Стану Ко я Феминисткой Вот Стану Я Феминисткой Меня угнетают Угнетатели Кругом Господи Боже мой Ну Просто Потому что Она сидит Дом И ничего Не делает Как бы Надо Заняться Делом Делом Заняться Вот и Все Не обязательно Там Общественно Полезным Я не говорю Там Пойти На улицу Ну Хотя Можно Пойти На улицу Подметать Допустим Тротуары Ну Хотя Бо Я не знаю Там Научиться Играть На Фортепиано То есть Чем-то Конструктивным Или просто Пойти Выпилиться Но Не надо Мешать Другим Людям Жить То есть Те люди Которые Вот это Все устраивает Причем Публично Публично Они мешают Другим Людям И не должны Этого Делать Как я Считаю Никого Конечно К чему Не призываю И Любое Мнение Имеет Право На существовании Так вот Че-то я Опять Отвлекся Зарепортил канал Да 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 Права Чекни В смысле Какие права Я Права У меня Прав Права Только те Что прописаны В конституции Почему мышцы Ты бы Дебилдер Дебилдер Да Дебилдер Мышцы Потому что Это интересно Потому что Это интересно Многие понятия Не имеют Как они работают Так вот Значит Поперечно-полосатые мышцы Это те Которые используются Для передвижения Их же называют Тогда скелетной мускулатурой То есть Та Которая управляет Движениями скелета Благодаря которым Можем все движения В принципе Осуществлять Бегать Прыгать Пить чай Двигать челюсть Разговаривать В том числе То есть Все мышцы Которые Осуществляют Движения Движения Они состоят Из длинных волокон Которые Состоят Из Еще более Тонких волокон Так скажем То есть там Такая матрешка В матрешке Вот которые Поверхностные волокна Они нас особо не интересуют Нас интересует Более глубокое Микроскопическое строение Вот эти вот товарищи Вот это вот Вот это вот Все Это одно волокно Но оно гораздо длиннее Конечно Но в толщину Оно около Приблизительно 5-6 нанометров Может быть Вот так И оно состоит Из Чередующихся Таких вот нитей Миозина И актина Миозин здесь Изображен Красненьким Вот таким вот Каскадом А Актин Значит Синеньким Вот И суть Основная в чем Гоу лучше видосы Яну полосу смотреть Я не знаю кто это Но Гоу Можете пойти посмотреть Как бы Ну это не мешает Сбери меня Значит мышцы Да Сокращение этой мышцы Происходит Следующим образом Вот здесь Вот Недорисован немножко Между вот этими Структурами Имеются Такие вот мостики Соединяющие их Эти мостики Они могут Образовываться И разрываться Логично Они не постоянные Я к этому говорю И для того чтобы Этот мостик Совершил движение То есть Он Как бы Немножко Изгибается И смещает Вот Эти вот Синие Структуры Актиновые Актиновые Не актиновые Точнее В общем то Не важно Как их называть По большому счету Да Актиновые волок Навстречу друг другу Вот И Когда это происходит Связь между Актиновым и миозином Разрывается И должна Образоваться Новая Чтобы это Произошло Нужно Чтобы Произошла Затрата энергии Затрата энергии У нас Берется Только из одного Компонента Он называется Вот так вот По английски Или Очень похоже Вот так вот По русски АТФ Или ATP Аденозин 3 Фосфорная кислота Не запоминайте эти слова Я много раз говорил Что термины Которые произношу На стримах Лучше их вообще Не запоминайте Вы кидывайте из головы Больше никогда Не вспоминайте Только если вы не специалист Потому что В принципе В жизни это мало Где пригодится Но вдруг Если в голове всплывет То будет здорово Я их использую Просто ну потому что Так удобнее рассказывать Это нужно Это не значит Что я хочу Чтобы это запомнили Что-то в этом роде Вот есть значит Такой АТФ Молекула Которая Дает нам энергию Там есть Кстати сейчас Покажу Наверное Или нет Да вот она Я ее скачал Е Вот такая красивая штука Прикольная Ой что-то сломалось Нет все в порядке Вот В общем Вот это вот Аденозин Колечки А вот это вот Остаток фосфорной кислоты Три точнее остатка Вот здесь в центре Вот эти вот штуки Желтенькие Символизируют Атом фосфора А красненькие фиговинки Расходящиеся во все стороны Три атома кислорода То есть Одна из этих вот Штук отрывается С выделением большого количества энергии Достаточно большого Вот Эта энергия используется на то Чтобы Совершить один проход Вот этих вот Волокон К друг к другу Ну и соответственно Происходит укорочение мышцы И мышца сокращается То есть ясно Так происходит сокращение Один конец мышцы Прикреплен к одной кости Другой конец мышцы К другой кости И когда мышцы Становятся короче То есть все волокна Сдвигаются Вот таким вот образом Как пальчики Да Входят друг в друга То соответственно Кости друг к другу тянутся И происходит Например Сгибание Разгибание по тому же принципу То есть у каждой мышцы Есть антагонизм Ну почти у каждой Мышца сгибатель Мышца разгибатель То есть если К примеру Вот руку Сгибает бицепс То разгибает Трицепс Мышцы которые находятся С другой стороны руки Принцип тот же самый При всем при этом мышцы Они Никогда не работают На полную силу Если бы К примеру Мы Согнули бицепс Максимально Сильно То получили бы Перелом кости Потому что мышцы На самом деле Это колоссальное силище Они могут реально Сломать кости Ну в принципе Это наблюдается Иногда при очень сильных Станических судорогах Когда люди Неосознанно В судорогах Сгибают Сокращают мышцы Так сильно Неосознанно Повторюсь Что Просто-напросто Ломаются кости Реально Вот Но одновременно Нельзя чтобы были Чтобы работали мышцы Сгибатели И мышцы разгибатели Это тоже может привести К разрывам Переломам И так далее Этого в принципе Не происходит Без каких-либо патологий Вот И при всем при этом Мышца Она очень Такой Ну как скажем Очень совершенный Компонент Потому что К примеру Коэффициент полезного Действия волокон Равен примерно 50% Но всей мышцы Меньше Около 30-25 Но все же Это очень высоко Для биологических Механизмов Это происходит Из-за того Что Химическая энергия ТФ Непосредственно Переходит в Механическую энергию Движение А я напомню Что Человек Пока Такие механизмы Практически Не может Использовать Нет аналогов Для тех Кто не знает Я сообщу Что Вот например Даже Атомная электростанция Она все равно Не использует Атомную энергию Ядерную энергию Для Выработки Электричества Она не может Мы не можем Человечество Не может Ядерную энергию Обуздать И В электрическую Создать Сперва Они делают Тепловую То есть Они с помощью Этих ядерных Как их называют Господи Стержней А Господи Ром подписался Я оглох Извините Пожалуйста Агент Отключу Если кто-то Тоже Оглох Спасибо За подписку Но Для того Чтобы Эту энергию Произвести Нужно Сперва Просто Тупо Этими Стержнями Воду Разогреть Эта Вода Разогретая Превращаясь В пар Вращает Турбины И Турбины Собственно Говоря Там Уже Вырабатывает Электричество Вращая Генераторы Валы Генераторов Вот То есть Химическую Движение Это очень трудно Привести Все равно Будет Либо через Механическую Либо через Тепловую А там Непосредственно Поэтому Очень высокий КПД Учитывая Что это Биологический Повторюсь Механизм Где-то Слышал Что у нас На мышцах Что-то вроде Ограничителя Стоит Когда выбрасывается Адреналин То он его Снимает Ну нет Ну нет Оксин Там немножко Не в этом дело Там Неограничитель Ой Давай сейчас Дойдем до углеводов Быстрых Медленных Да вообще В принципе До углеводного Обмена И про это Поговорим Хорошо Потому что Не хочется Скакать с темы На тему Но в принципе Мы и так Почти подошли Поэтому Сейчас подведу К этому Адреналину А потом Уже Поговорим Вот так В принципе Работают мышцы Так работают мышцы В общем и целом И поэтому Не стоит Недооценивать Их сложность И касаемо Парочки мифов Которые Среди там Качков Всех Бодибилдеров И прочих Товарищей Которые любят Пожрать Пельмени Может быть Вам говорили В школе Если вы помните Я так не считаю Про это и слышал Ну Я не говорю Что ты так считаешь Или говорю В общем В любом случае Извини Если я тебя чем-то задел Обидел твои чувства Оскорбил твою веру Вот В общем Да О чем я говорил Постоянно меня перебиваете Нет Вы перебиваете Мне нравится Когда что-то пишете Я люблю читать ваши сообщения Только если Было бы здорово Если бы общались Не как обычно Три человека А Подключался бы Весь чат Задавал вопросы Рассказывал бы о себе Ну в смысле О своем там Дне и прочее 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 Это было бы очень Очень здорово Они просто сидели И втыкали Ну хотя можно и просто Сидеть втыкать В принципе Это Законом не запрещено Так вот А про дебилдеров Соответственно У многих в школе Миф такой был Что если мышцы болят Значит там какая-то Молочная кислота И вот такие там Кристаллы Что-то там Трутся о суставы И все прочее Лекторы перебивать Но мы не на лекции Мы не на лекции Мы не в университете Мы здесь специально Чтобы общаться с вами Меня очень трудно перебить Я пытаюсь держаться На какой-то мысли Но это плохо получается Но все равно я потом возвращаюсь Но я стараюсь этого не делать Потому что были жабы Насчет того что Мол А та та Очень трудно за твоей мыслью следить И так далее Ну в общем Я буду тогда стараться Какими-то блоками Рассказывать Рассказывать А потом хоп И в чат полить Вот Попробуем Так поработать Вот Но на самом деле Конечно никакой молочной кислоты То есть она есть Хотел сказать Или нет Она есть Но не она причина Молочная кислота Которая вырабатывается Действительно она есть Она является причиной Жжения в мышцах После тренировки Непосредственно То есть ну или нагрузки Физической какой-то То есть когда сразу Начинает вот сжечь Гореть Вот это ощущение Это молочная кислота Не буду углубляться В подробности Биохимии мышцы Оно в принципе Нам сегодня не нужно Но она вот в этом участвует А когда мышцы болят Через 1-2 дня То это другое Это микроповреждения Которые В этих вот мышечных волокнах Образуется И Воспаляются То есть любое повреждение В организме Да Это почти всегда Воспаление Воспаление Туда значит Начинает пытаться Дойти иммунная система Кровеносная система Туда больше крови идет Для чего? Во-первых Убить бактерии Которые могли попасть Но туда они не попадают Поэтому мы не умираем Из-за этих повреждений А во-вторых Для того чтобы доставить Как можно больше питательных веществ Чтобы это все зажило Так вот Самый простой способ Как избавиться От этой боли Это во-первых Снять воспаление То есть приложить холод Если совсем не в моготу Ну и во-вторых Это покушать Элементарно покушать Потому что чем быстрее Мы восполним Недостаток веществ В этих мышцах Тем быстрее Они восстановятся А покушать нужно что? Белки и углеводы Белки и углеводы Ну с белками мы разобрались По-моему в прошлый раз Там мясо Обязательно есть Если тренировка Ничего там не поможет Почему больше болят Чем в первой? Ну потому что Начинается этот процесс Заживления и все прочее Это дополнительно Приносит Туда Кровь Начинает поступать Активнее И так далее То есть Знаешь чем можно сравнить? Вот например Если А ну вот хороший пример Жиряда Расходимся Пример хороший Если к примеру Вот сразу порезалось Ладошку порезал Например Лезвием Или чем-нибудь там Скальпелем Ну в принципе Ай Но терпимо А на другой день Фиг дотронешься Хотя вроде уже болячка И все прочее Вот потому что Начинает процесс Заживления идти И Ноцерецепторы Которые присутствуют И в мышцах И в коже И везде Они тоже начинают Видоизменяться Их начинает там Колбасить Они тоже начинают Восстанавливаться Расталкивая Другие То есть Пролиферация Начинает происходить И пролиферирующие То есть клетки Которые очень Активно делятся Они расталкивают Все остальные В том числе И болевые рецепторы Давая им Стимуляцию Но не суть Речь не об этом Я хотел сказать К чему К углеводам К углеводам Меня просили Рассказать про Быстрые и медленные углеводы Это все туда же В нашу фитнес тему В наш ЗОЖ Когда вообще Изначально этот миф Появился Про быстрые и медленные углеводы Считалось так Если Они так называемые Быстрые Значит они Очень быстро Усваиваются В организме И быстро повышают Гликемический индекс Так называемый То есть Количество сахара В крови Сахар Мы Глюкоза Глюкоза То есть Самый примитивный Сахар Моносахарид Из 6 атомов Где-то она вроде Была у меня Но если не была Сейчас я вам Чтобы понимали О чем речь Покажу Зачем мне Зачем мне Певица глюкоза В купальнике Господи Почему 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 глюкоза Певица в купальнике О чем речь Зачем Гугл Пожалуйста Вот нашел Сейчас Сейчас Секундочку Секундочку Где мой Paint Где мой Paint Вот 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 она Глюкоза Простейшая Молекула В принципе Относительно Простая Ничего в ней Сложного Такого нет Это считается Вот тот самый Сахар в крови Который мы Измеряем И который Является основой Для отслеживания Гликемического Индекса Нет Блог у меня Стоит Просто Понимаешь Когда вбиваешь В гугле Слово Глюкоза Попробуй вбей Он тебе выдает Глюкозу Певицу В купальнике Ну точнее Предложит Посмотреть На нее В чем Отблок Вообще Глюкоза Да Певица В смысле Углевод Вот Моносахарид Моносахарид То есть Стоящий Из одной Молекулы Глюкозы Есть Дисахариды Там Сахарозы И все Прочее Есть Олигосахариды Стоящие Из нескольких Молекул Есть Полисахариды Стоящие Из многих Длинных Длинных Молекул Так вот Считалось Что Моносахариды Нет Не баннеры Моносахариды Они быстрее Усваиваются Их называли Быстрыми углеводами То есть Была байка До 80-х Годов Что Если Кушать Значит Чистый Сахар Мед Ну Зеленые Какие-то Углеводы То есть Те Которые Содержатся В зеленых Частях Растений Например То Они Быстро Всасываются В кровь И быстро Повышают Этот Инекс Углеводы Ну Например Клетчатку Совсем Поехал Крахмал Там В клубнях Картофеля Которые Содержатся Например В бабах И так далее То Соответственно Он будет Медленно Расти И Вроде Как Организм Будет Постепенно Его усваивать Вот На самом деле На самом деле Это все Байки Не более чем Миф Хотя до сих пор Продолжают Уверять Что там Медленные Углеводы До тренировки Употреблять Нужно Быстрые Углеводы После тренировки Что там Что-то Восстанавливать Куда-то Что-то Шло Нет Нет На самом деле Все Примерно Таким образом Стоит Сейчас Эту штуку Увеличим Вот Это график Это график Который Показывает Отношение Количество Сахара В крови Грамм на литр Вот Гликемию Да К Времени После Приема Этих Углеводов Точнее наоборот Наверное Нет Все правильно Игрок от Икса Зависит Да Викс от Игрока Нет В общем Вы поняли Короче Этот график Показывает Сколько будет Углеводов В крови Точнее глюкозы В крови Через какое-то время После приема Конкретного Углевода Так вот Как показывает Исследование Разницы Никакой нет На самом деле На самом деле Все дело в том Что быстрые углеводы Просто-напросто Быстрее освобождают Желудок И продвигаются В тонкий кишечник Чем медленные Почему? Потому что Для того чтобы Их Усвоить Их нужно Сперва Расщепить А вот Уровень В крови Примерно Одинаковый 25-30 Будет У каждого Из них Редная подача Благодарю Сейчас древнюю Запись Смотрю Да Запись Будет Будет И в группе На ютуб Выложу И здесь Какое-то время Будет висеть Поэтому Пожалуйста Вступайте в группу Подписывайтесь На канал Смотрите Недавно Мохнатку Пробивала Жука Когда прилет Потом Долго Думала Как развидеть Нет Мохнатку Я не буду Забивать В гугл Спасибо Я хочу Еще немножко С нормальной Психикой Заснуть Сегодня Так вот Поэтому Не нужно Верить Всем этим Байкам Углеводы В принципе Равноценны Но Только Разве Что Если Жрать Чистый Сахар То Очень Трудно Это Контролировать Нужно Как-то Все Тренировать Организм Для того Чтобы Он Не Перестал Вырабатывать Ферменты Расщепляющие Сложные Углеводы Потому Что Знаете Нарушение Работы Любой Системы Влечет К нарушению Работы Всего Организма В целом Поэтому Если Уж Мы Привыкли Наш Организм Питаться Сложными Углеводами В том Числе Ну Давайте Не дадим Ему Возможно Отказаться От этого А будем Поощрять Его Всячески Всячески Вот Это Касаемо Углеводов Быстрых Медленных И так Далее Еще Был Момент О чем То Я еще Хотел Поговорить Какой То Отметить Аспект Мостров Физкультуры Ну Собственно Говоря Вот Наверное И все Вот Наверное И все Что Мы Хотели О чем Хотели Сегодня Поговорить В основе В основе Повторюсь Есть У меня Еще Дополнение Некоторые По Этому Поводу Дополнение Вот Какие То Что Касается Углеводов Если Говорить О роли Углеводов То Конечно Ж Это В первую Очередь Все знают Энергетическая Функция В организме Если Хотя У них Очень Невысокий Относительно Невысокая Уделенная Энергия 4,1 Калории На 1 Грамм Как у белков У жиров Гораздо Больше В 2 Раза Почти Больше Но Не стоит Забывать Что Углеводы Они Запасаются То есть Они Запасаются В виде Крахмала У Растений Извините И В виде Гликогена Гликогена У Животных То есть Мы можем Получать Углеводы Как из мяса В виде Гликогена Так Из травы В виде Крахмала Ну не травы А разных частей Растений Зеленых В том числе Но Они Запасаться Могут Еще В виде Жира То есть Нерастраченные Углеводы Они Запасаются В виде Жира Преобразуясь Через цепочку Химических Реакций То есть Мы Толстеем Не от того Что Едим Жирную Пищу То есть Не столько От того Говорят Если Жирное Не есть То не Потолстеешь Нет Это Не так Если Не двигаться Потолстеешь И есть При этом То есть Очень Просто Нет Какой-то диеты Которая Сто процентов Избавит тебя Кстати Да Про похудение Вот Как раз К этому И говорю Нет Какой-то диеты Которая Сто процентов Сделает Из тебя Красавчика Или красавицу Стройную Ассасин Италии И так Далее Если Ты Будешь На Жопе Сидеть Этого Не Случится Ни В коем Случа Либо У тебя Есть Какие-то Природные Данные То есть Ты Ешь Ешь И не Толстеешь Такие Люди Бывают У них Очень Высокий Метаболизм Но Они В туалет К правил Часто Ходят Не успевает Просто Все Усваиваться А Если Обычный Человек Который Может Набрать Массу И Сбросить Вес Лишний В зависимости От своего Образа Жизни То Нужно Обязательно Двигаться Потому что Без этого Похудеть Просто Невозможно Потому что Если у нас Есть какие-то Запасы Мы должны Сжечь Жиры Переводятся Обратно Углеводы И сжигаются Ну не совсем Углеводы То есть Не происходит Обратной Реакции Но В Энергию В энергию Переходят Жиры И И Используются Для работы Мышц То есть Там АТФ Тоже Образуется Которая Необходима Для сокращения Мышц Ну не только Для этого Для очень Много Необходима На самом деле Для всех Процессов В организме Которые Подразумевают Использование Энергии Она В виде Именно АТФ У живых Организмов На земле Запасается И используется Вот Но Без этого Никак То есть Движение Надо заниматься Физкультурой Физкультура Не спортом Спортом Не надо заниматься Это очень вредно Ну только Если вы конечно Не профессиональный Спортсмен У которого Там Впереди Блестящая карьера Олимпийская И так далее А где мой телефон А вот он Вот Поэтому Не нужно Себя там Насиловать И все прочее Просто Спокойно Занимайтесь Значит Тем чем Занимались Но только Больше двигайтесь И Правильно питайтесь Как правильно питаться Я вам рассказывать Сейчас не буду Потому что Во-первых Я в этом вопросе Некомпетентен Это должен делать Нутри Как их там называют Нутрилолог Нутриолог В общем Специалист По питанию Врач Какой-то Который проходил Специальный курс И так далее Я могу рассказать Но только Со своей точки зрения Что считаю нужным Но в любом случае Это делать Будем не сегодня Не сегодня Сегодня Что-то я начал Что-то говорить Хотел сказать И сам себя сбил И сам Себя сбил Бегать по утрам Нет Бегать по утрам Не надо Бегать тоже вредно Очень для суставов Ведь неоднократно Это говорил Только ты почему-то Не запомнила К сожалению Большому сожалению Да Кстати 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 Завтра В Три часа У Амелии Будет Стрим По прикольной игрушке Про изминирование Бомб Кто еще до сих пор Не знает Кто такая Амелия Я вам сочувствую В группе Посмотрите Кажется Там у меня есть Все необходимые Все Все необходимые Ссылки И так далее Завтра Будем Разминировать Бомбу Поэтому Я ссылку Брошу И сюда И в группу Будет Наверное Даже прикольно Это выглядеть Потому что Игрушка Реально Офигительная Вот Поэтому Кто еще Туда не ходил Ну Учитывая Что половина чата Оттуда Вам думаю Рассказывать Не надо Вот А для остальных Ссылку Я размещу В группе Завтра В три часа В три часа Будет начало Вот Потом Можно будет И здесь Поиграть Как-нибудь А Я хотел Чтобы все Это услышали Какая хитрая Какие нагрузки Или только Качалочка Нет Нагрузки Должны быть Желательно Аэробные То есть Не С огромным Весом Но С большим Количеством Повторений Скажем так Ну Например Самая лучшая Тупо Быстрая ходьба Вот Полчаса Час В день Быстро ходить Как говорят Обгоняя Пешеходов Вот с такой Скорость То есть Примерно 7-8 Км в час Хотя бы Может быстрее Можно быстрее Вот Велосипед В принципе Хорошо Если Если так Хочется Качалочку Ну На турнички Пойди Не знаю На брусьях Поотжимайся Просто От пола Поотжиматься Железо В принципе Вредит Железо В принципе Вредит Как правильно Двигаться Чтобы держать Себя В форме Ну Во первых Я этого Не знаю Потому что Я сам Жаробас Вот Я могу Только давать Диванные советы Теоретически Как правильно Двигаться Ну Вот я уже Объяснил Да Что Лучше Просто ходить Отжиматься Железо Убьет Ваши суставы Да Вы станете Там Крутым Рельефным Вас будут Любить Тянки И куны И все Прочее Но Не надо Не надо Если очень хочется Ну Поприседайте Я не знаю Но Если уж совсем Хочется Ну Побегайте Но Без железа Плавать Кстати Плавать Тоже Хороший Способ Сбросить Вес Это Классная Робная Нагрузка Любимая Забава Жаробасов Ну Да Да Суставы Да Действительно В теме Я понимаю Вот Да 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 Сейчас Сейчас Наверное Мы Продолжим Продолжим Уничтожать Планету В спор Потому что Я Не до той стадии Дошел До которой Мы закончили Но почти Почти Вот И кстати Наверное Я не удержусь Я не дождусь Никогда Многих Подписчиков Более того В основном Людям Которые Здесь Собрались Абсолютно Неинтересно Смотреть На Игрульки В Которые Мы Играем Поэтому Я думаю Что Стоит Начать Прохождение Моровинда Немножко Раньше Возможно В среду В следующую Среду Мы начнем Вот Вечерком Будем Часа по два По три Для начала Играть Думаю Не дольше Со Всякими Там Рассказами Истории И прочим Вот Возможно Параллельно Будем Златогория Проходить Возможно Но Немножко Немножко